В прямом эфире репортера новости в студии Алексей Майоров. Здравствуйте. По делу массового отравления тортом из сети магазинов обжора проводится досудебное расследование. На данный момент назначены ряд экспертиз, после которых будут приняты соответствующие решения. Я напомню, что после употребления торта Наполеон в инфекционную больницу поступили 72 человека с признаками отравления. Причиной тому стала острая кишечная инфекция сальмонеллез. На данный час внесены видимости до единого государственного реестра досудовых расследований за частиною 2 статтей 325 Криминального кодекса Украины. Порушение санитарных правил и норм щодо запобегания инфекционных заболеваний и массового отруяния. Покарание предбачено от 5 до 8 лет по избавленному волю. Договоры с операторами автостоянок в центре Одессы могут быть расторгнуты с нового года. Коммунальное предприятие Одесс Транспарк Сервис неоднократно обращалось к руководству стоянок с требованием провести работы по оборудованию и содержанию территорий. Арендаторы пока игнорируют коммунальщиков. Речь идет о 16 автостоянках в районе улиц Базарная, Троицкая, Большая Арнаутская и Еврейская. А это около 1000 паркометок. В обязательном порядке должны быть парковочные карманы, все заасфальтированы, должна быть четкая разметка, нумерация. Дорожные знаки должны соответствовать изготовленной ранее схеме. Никаких бутылок, банок, стульев деревянных, которые находятся на парковочном лоте, так сказать, забивают места для своих клиентов, быть категорически невозможно. Мы неоднократно требовали с этих операторов провести дорожные ремонтные работы, установить знаки, нанести разметку, установить по возможности антипарковочные столбики. Те организации, которые игнорируют наши требования, мы решили, я беру на себя ответственность, не заключать, не продлевать с ними договорных отношений, так как, по сути, они не выполняют взятых на себя обязательств перед городом. Кроме того, с нового года может активизироваться работа эвакуаторов. Для этого правительством должны быть приняты соответствующие меры по наказанию провинившихся автолюбителей. Что же касается паркоматов, то скоро будет проведен тендер и установлено более сотни автоматических терминалов. В ближайшее время департамент транспорта объявит о проведении еще одного конкурса по паркоматам. Паркоматы городу нужны, я говорил ранее, это должны быть порядка 120 паркоматов. Паркомат должен быть обеспечен в ближайшее время и возможностью оплачивать и карточкой, картридеры. На картридеры стоят на паркоматах, но они не работают. И с помощью смс необходимо так сделать. Мы ждем конкурса для того, чтобы при согласовании конкурса дополнительный городской бюджет будет поступать порядка полтора миллиона гривен. Украину экстрадирует 24-летнего азербайджанца Бабека Дамира Глыгасанова. Его подозревают в убийстве Сергея Лаченко, чемпиона Украины по тайскому боксу. Решение вынес российский суд. Ранее Гасанова задержал Интерпол в Санкт-Петербурге во время подачи документов на временное проживание в России. Я напомню, что трагедия произошла 8 апреля 2015 года. Тогда спортсмена застрелили на территории еврейской больницы. В Одессу уже начали завозить первые елки и сосны. Их уже активно продают во всех районах города. Цены на хвойные колеблются от 300 до 800 гривен. Одессу накрывает новогоднее настроение. На улицах города появились первые сосны и елки. Что касаемо цен, то они кусаются. За маленькое деревце вам нужно будет отдать около 300 гривен. Если желаете чуть больше, оно выйдет в 500. Также есть двухметровые красавицы. Они уже около 800. И не забывайте, если вы борец за легальность, вы имеете право посмотреть документацию и проверить чипы на специальных сайтах. Ближайшие выходные в Собранском районе стартует второй сезон работы представительства Святого Николая в Одесской области. Туристический объект, расположенный на севере региона, в прошлом году посетило более 5000 человек. Это превзошло даже самые оптимистические прогнозы организаторов идеи районной власти и волонтерских движений. Для глубинки Одесского региона проект резиденции Святого Николая не только возможность заявить о своем туристическом потенциале, но и решить насущные проблемы райцентра. Кто же не хочет заработать деньги, чтобы они поступили на спецракуники, чтобы мы смогли покращать условия проживания и учебы детей и сбегать материально-техническую базу училища. Именно в прошлом году мы смогли заработать эти деньги. Мы закупили посуд для этой еды и весной мы смогли открыть молодежное кафе. Во-первых, это безсонные ночи, как детей, так и тех, кто готовит этот захист. Во-вторых, это великая ответственность, потому что мы понимаем, что до нас приедут не только батьки и дети, а приедут люди, которые ожидают настоящего казкового дива. И этот захист, он спрямованный не только на развагу, это в большей качестве идея патриотического вихования, который сегодня для Украины очень нагальен. И захист начинается с такого наголоса, как «Украинская каска в кожный день». Одесские школы готовятся к каникулам. В большинстве учебных заведений они начнутся с 29 декабря и продлятся две недели. Но в случае, если будет эпидемия гриппа или снежные заносы, отдых продлят. Исключением стала лишь одна одесская школа. «Большие каникулы ждут ребят из Приморского лицея, который принял решение обучаться строго по семестрам и проводить одни каникулы в году. Это зимние каникулы. Они продлятся около 30 дней и закончатся в самом конце 29 января». Для детей льготных категорий в мэрии предусмотрели бесплатные походы на детские спектакли и представления. В Одессе возложили цветы к памятнику одесситам-чернобыльцам, участникам ядерных испытаний. Ежегодно 14 декабря в Украине отмечается день чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. На Александровском проспекте собрались сотрудники полиции, спасатели и, конечно же, сами ликвидаторы аварии. Участники тех событий получили сильное облучение. Здоровым оттуда практически никто не вернулся, а некоторых уже нет и в живых. Однако, отправляясь на место аварии, никто не думал о личных интересах, говорят одесситы-чернобыльцы. «Никто не задумывался о том, что будет потом. Надо было выполнять свои задачи, свою работу. Поэтому мы все руководствовались совершенно другими категориями. Потому что все прекрасно понимали, что надо и страну защитить, и родных защитить, и семьи свои. И понимали, что это за трагедия такая вообще. Я был дозиметристом, и я прекрасно знаю, какие там были уровни радиации. Высокие, очень высокие». «Работал на первом энергоблоке в начале, потом перевели на третий энергоблок. Если вы знаете, то первый и второй они как бы спаренные, а третий и четвертый тоже спаренные. То есть работал на третьем энергоблоке непосредственно. Отделяла меня от самого саркофага или от самого блока четвертого буквально биологическая стена». Выставка «Чернобыль. Ядерная катастрофа» открылась в военно-историческом музее на улице Пироговской. Она приурочена ко дню ликвидатора аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В экспозиции представлены противогазы, дозиметры, техника радиосвязистов и фотографии героев ликвидации катастрофы. Снимки сделал Николай Шмаль, бывший заместитель командующего войсками Одесского округа по гражданской обороне. Он рассказал, что от Одессы в ликвидации приняли участие более 14 тысяч военнослужащих. Многие были еще неопытными и не успели пройти обучение. Убери этот синий свет. Созрнулась планета, когда произошел этот взрыв. Такого еще в жизни никогда не было. Не были подготовлены к этой ликвидации ни войска гражданской обороны, ни носовой станции, ни вооруженные силы Советского Союза. Они не знали, как это дело делать. Поэтому мы впервые столкнулись и нам приходилось все находить в ходе этих событий. Как, что и как делать. Очень важно, чтобы вот такие экспозиции показывали молодым. Они, конечно, весь объем этой работы, которая каждодневно проходила, тех эмоций, которые мы испытывали, они понять, конечно, им очень трудно, но хотя бы увидев вот эту экспозицию, кстати, она очень хорошо показывает основные моменты. В Одессе открыли мемориальную доску легендарному капитану дальнего плавания Георгию Мезенцеву. Он был участником гражданской войны в Испании, капитаном судна «Комсомол», который был потоплен в 1936 году франкийским крейсером. Весь экипаж был взят в плен и удерживался в тюрьме. Но это испытание команда Мезенцева, как и он сам, выдержали героически. Мемориальную доску открыли на Приморском бульваре, в доме, где жил легендарный капитан. Музыка Ну, как я его помню, всегда добрый, всегда хороший, улыбчивый человек, очень трушелюбный. В те памятные дни этот человек сумел, наверное, так настроить свой экипаж, а экипаж был совершенно молодой, что эти ребята, 36 человек, несмотря ни на какие пытки и зверства по отношению к этим людям, не предали свою родину, выстояли. Это не пустые слова, это доказано документально. Ему, именно ему, принадлежит фраза, с которой мой отец прожил всю жизнь. Во всякое время, всегда, человек во всех ситуациях должен оставаться красивым. Онлайн-проект Feed Me. Теперь домашнюю еду можно заказать у домохозяйки через интернет. Сайт позволяет найти на карте города Кулинара, который приготовит домашнее блюдо на заказ. За два месяца работы проект уже распространился в 20 городах Украины. Все подробности расскажет Вероника Годятская. Килограмм пельменей за 100 гривен, 3 литра борща за 150. Пироги, вареники и котлеты. Feed Me обещает накормить каждого. Татьяна Скрипник присоединилась к проекту еще в октябре. В ее ассортименте торты, печенье, супы. А в период поста чаще стали заказывать диетические пироги. Я очень большой любитель и у меня есть опыт работы пекарем. До этого я работала как бы пекарем более чем полгода. Потом я решила уже как бы я устала. Такой график, поток, большой много работы. Я устала и думаю, почему бы не начать делать дома. И начала поиски как бы как себя развить, как раскрутить, как знать людям обо мне, кто я, что вот я готовлю это дома. Клиенты бывают разные, делится Татьяна. Кроме занятых любителей домашней еды, сайтом пользуются и люди с ограниченными возможностями. А в связи с трендом всего домашнего и полезного в пекарнях, клиентами Татьяны стали несколько кофеен. Если мне звонят мамочки, которые заказывают детям своим, которые не имеют времени печь им печенье, они могут у меня спросить, а вот моему ребенку то нельзя. Хорошо, мы все уточним, я это не ложу. Отталкиваемся от продуктов, от ценовой политики. Цены у нас все время меняются на рынке, что-то дорожает, что-то понижается. Но в основном я стараюсь держать как бы стабильно цену. Но цен, естественно, ниже. Ниже ценовая политика, ниже, чем в любом магазине, чем в любой кондитерской. Несмотря на то, что продукты как бы отборные и хорошие. Весь изюм проекта «Накорми меня» во вкусе предложенных блюд. Поэтому особенный акцент делается на выборе продуктов. Тут есть много сортов. И Пуджи, и Чемпион, и Гала, и Голден, и Семиренко. Как вы выбираете? Ну, среди этих всех сортов я выбираю всегда вот эти вот яблочки Семиренко. Почему? Ну, они такие... Они, во-первых, хорошо пахнут. Очень такой у них вкус. Они кисло-сладкие. Это очень хорошо для выпечки. И они... У них мякоть, она плотная. То есть там много клетчатки. И при выпечке они как бы не расползаются. Мы узнали мнение людей о новом проекте. Большинство идею поддержали. Вы бы доверяли людям, которые готовят? Ну, почему бы нет? Ресторанам всяким доверяем, как бы, заведениям. А людям почему бы нет? То есть скорее даже у людей покупать надежнее, чем у ресторана. Ну, конечно, да. И там... Не знаю. Думаю, да, там будет немножко получше, чем в ресторане. Потому что те стараются на всем экономить. А там, думаю, будет немножко получше. Ну, как бы и на рынке тоже сносят люди, да, домашние еды. Там пирожки, там всякие дела. Так что да. Можно доверять такому? Как вы считаете? Ну, я бы не сказала, но нам, думаю, что можно. То есть все-таки это на рынке надежнее? Да, сто процентов. На нашем рынке самая надежная. Татьяна угостила блюдом и нас. Это пирог со шпинатом и брынзой. Наша съемочная группа осталась довольна. Вероника Годяцкая, Владимир Ивжич, телеканал «Репортер». Ну, и перейдем к новостям спорта. Одесса поборется с Днепром за право проведения матча звезд украинского баскетбола, который состоится весной. Такое решение сегодня на заседании принял Президиум Федерации баскетбола Украины. Звездный вечер пройдет в марте или апреле. Команды будут формироваться по географическому распределению с север-юг, а не по национальному признаку украинцы против легионеров, как было раньше. Последний раз матч звезд в украинском баскетболе проводился в 2012 году в столичном дворце спорта. Ну, и на этом наш выпуск завершен. Оставайтесь с репортером. Спасибо за внимание. Удачи вам и берегите себя.